В Оксюбинской области остался последний фронтовик. В городе Храмтау недавно отметил 100-летний юбилей ветеран Василий Грецкий. Он сражался за освобождение Украины, Беларуси, Румынии, Польши и Чехословакии. Встретил победу в Германии. Награжден орденом Красной Звезды и Великой Отечественной войны второй степени. Своими воспоминаниями он поделился с нашим корреспондентом. Василий Грецкий за свои 100 лет пережил немало трудностей. Родился в Беларуси, познал тяжесть сталинских репрессий. Узнал, что означает клеймо «Кулатская семья». Когда им пришлось переселиться в далекий Казахстан, ему было всего 10. Отец телку годовую отдал. Там поросяды были, тоже отдал. Потом, через некоторое время, пришли, забахают лошадь. Он говорит, что же я отдам лошадь вам? А что я буду с семьей делать? У меня семья 8 двух. Ну и лошадь не дал. И отца забрали, расставали и посадили. Мальчику пришлось вместо школы пойти трудиться. Поэтому читать он научился только к 12 годам. В 18 уже отправился на фронт. Попал в кавалерийский корпус, который сформировали в Алматы. В его составе защищал родную Беларусь, прошагал пешком пол-Европы и встретил победу в Берлине. Вспоминать о войне не любит до сих пор. Он даже не сохранил фотографии тех времен. Чтобы не было такого гора войны, чтобы вы жили мирно и спокойно, как в настоящее время. Вам всем счастья, благополучия, каждому вашему дому. Домой вернулся фронтовик лишь в 1946 году. Стал железнодорожником. Отдал этой сфере 34 года своей жизни. Всегда сторонился вредных привычек, занимался спортом. Поэтому и сейчас чувствует себя бодрым. Помогали друг другу. Даже вот готовили всегда вместе. Мама уже немножко была на костылях ходила. Тяжело уже ей было. И вот она делает нарезки, а папа готовит. Все помогал. Он и сейчас сам готовит. Ищет себе работу, не отдыхает днем. С супругой фронтовик вырастил троих детей. Сейчас у него шесть внуков и десять правнуков. Окружен заботой, вниманием родных, уважением соседей и всех, с кем его сводила судьба. В праздничные дни его дом всегда полон гостей. Столетний ветеран с удовольствием дает наставления молодежи и делится опыта. Анна Лисенберзина, Мансурисхожин, Айнадин Молдобеков, Актюбинская область, 24КЗ.